Кстати, еще в арене есть какой-то пати-бонус, ну, бонус игру, группы, но сколько он составляет, не написано. Плюс питание, да. Вы посмотрите, вот, сколько это, ну, вот, статистика битвы, да, вот, Диодант 4963 рейтинг. Посмотри, вот, где такой кубок нарисован, вот, в битву, а когда загружается статистика, и на первом месте. Ну, да, только так вот. Это твоего первого места вообще никакого. Перевести в опыт. Отлично. К сожалению, толку от всего этого никакого нет. Так, так, ну что, еще разок? Да-да, давайте. Не знаю, может быть, взять Рима, Римлянина. Наверное, копия прокачаем. Римлянина, а звукой от Цезаря. Потому что, может, тоже Римлянина взять, кто мне там прокачает? Я возьму этих самых копиментателей, нет, не копиментателей. Рарария, ну, третьего уровня это только копиментатели-то, русские. Возьму их. Так, еще такой вопрос. Минтиаду, что первое? Ну, такие чардж. У него надо чардж максить. Чардж, страх, чардж, страх. Щиты можешь, бросок щитов особо не клеить. Слушай, какая там пехота нормальная у этих, у Римлян? У них вся пехота нормальная. Ну, тебя что интересует? Ты, наверное, копеечка не прокачивает, а он прокачивал мечников, и мечники там одни-единственные, будут до пятого уровня. А, ну да-да-да. Римляне в плане пехоты, они пожестче, чем греки. Греки пожестче в плане конницы. Так, чего, прожимать или еще? Сейчас я... А ты куда-то пропал, Хатрид? А таки ему еще распачку. Да-да-да. Так. И старый, значит, возьмем вот эти. Доротики закупим пацанам. Сейчас будет куча дружественного огня. Ну, я постараюсь, чтобы его было не слишком много. Когда играешь за стрелков, дружественное слово какое-то наносится. Просто надо стараться, чтобы он там не выходил за переделы разумного и не стрелять в замес в спину своим. Стараться обходить, там, бить с фланга, обстреливать вражеских стрелков. Но стачек бывает поставить, допустим, копьеметателей топовых прямо за тобой и начинает стрелять в замес. У тебя юнит просто падает вообще за секунды. Да. Есть такой грешок. Прожимай, есть чёрт. Товарищи. Да, дай нажал. Нет, а если ты нажал, то как так-то? Да пошла же игрушка. Отсчёт-то не пошёл. А, ну всё, пошёл, да. Да-да, пошёл. Такс, такс, такс. Ну, при всём при этом, при том, что у греков такая вот ударная кава, она хорошо выпиливает пехоту, что римлян, если качается цепиона командиром конец, у него есть вот клятва верности, и если ты видишь, что у тебя всадника зажали, тебе уже не отвезти. Вот её врубаешь, у тебя всадник стоит, дерётся очень долго. Связывать противника боем. За рим тоже можно конец играть, и неплохо. Ну, здесь масса, да? То есть масса всяких плюшек у каждого своей. Да, надо смотреть отдельно. Ну, ещё, конечно, вот у греков, допустим, юниты, вот седьмой-восьмой уровень, эти пешие соратники и копейщики Агема, по сравнению с римскими легионерами-ветеранами когорты Орла, это их просто в хламу делают римляне почти без потери. Ну, при равных, естественно. Примерно, командирах. То есть у греков пехота, она именно в топе себя показывает. Там идут либо в царские спартанцы, либо в мечников с серебряными щитами, а за римлян у них, вот начиная с гастатов и доспешных легионеров, у них вся пехота отличная. Даже там Центурион какой-нибудь, или кто там у них ещё поальтернативный. А пикинёры как? Пикинёры, что за пацаны, нормальные? Пикинёры, ну, пикинёры-то палка двух концов. То есть они очень хорошо держат, во-первых, натиск любой, они очень хорошо разбираются с пехотой фалангой. Но есть один такой момент, что любой юнит, который проходит через эту фалангу, или идёт даже рядом, просто задевая копья, он получает ром. То есть даже если, допустим, союзный юнит идёт с тыла, вот вперёд, через твою фалангу включённую, он будет весь уничтожен. То есть нужно этих пикинёров контролить, отключать фалангу, когда ты видишь, что союзные юниты подбегают, и включать её, когда подбегают вражеские. А так как здесь команда наслита, грубо говоря, рандомных аркалов, то народ, он не видит, что у тебя фаланга включена. Он на неё несётся, ты её, допустим, отключаешь, и в это время втягивает противник, и ты уже её не сможешь включить, потому что у тебя КД, допустим, он втягивает жену уже и нанёс урон. Или ты, допустим, рисуешь или пишешь, типа, don't go through phalanx, им пофиг, они конницы, понимаешь, пытаются через неё отступить, и умирают на этих пиках свои же от чаржа. То есть у меня, допустим, я за пикинеров играл, у меня было, по-моему, 2500 урона по союзникам, потому что народ просто через меня пёрнся. Я там в чат кричу, ребята, блин, я не успеваю о фаланге переключать, не идите через меня. Они такие только потом собирают, вот, типа, юнит идёт через фалангу, получает урона, я не узнал. Поэтому ими сложно играть, так как, во-первых, не всегда успеваешь ты законтролить, а во-вторых, не всегда знает народ, как правильно надо реально с пикинерами ходить. Ну и вдобавок, у тебя же юнитов всего три, у тебя три этих фаланги есть, если тебя кто-то с фланга обошёл, тебя не прикрыли, то всё, поиграл. Карта какая-то, я первый раз на ней играю, фермопила. А сколько карты вообще тут? Четыре штуки. Четыре, да, я думаю... Фермопилы, Марафон, Германия и Солерн. Ну, они будут варить, естественно, ещё новые, но пока только четыре штуки. Чё, 5-7-9? Или 1-2-3? Ну давайте я на девяточку с стрелками, вот 5-7. А, ну вот семёрку уже занял какой-то хрен. Давайте 1-2-3. Давай 1-2-3. Быстро мы сориентировали. А ты успел? Да-да-да. Я на двойку. А, ты... Да? Нет, на пятёрке. На пятёрке? Ну, слушай, знаешь как, Артур, мы пойдём просто в центр, ты пойдёшь вот так вот, а вову полёт вот так вот. Всё равно все сюда, да? Ну, там своё замес на центре происходит. Низ тоже надо держать, но на низ там надо идти очень плотно. А у нас на этом фланге один стрелок, один пеший, поэтому туда лучше не соваться. Как бы нам через дорогу не прошли ещё, конечно. Угу. Побежали, побежали. Туп-туп-туп. Ох, у меня прокачан этот Вене. И чё ещё? И видео? А, сейчас буду накидывать. Скорость бега плюс 20. Сейчас мы до твоих добегут, а тебя будут бафать. Я вот хочу, чтобы грех у какого-нибудь такого бафера добавили, вот, по типу Цезаря, чтобы он мог бафать. Там, даже на бег, на точность стрельбы, на ближний бой. Точно их обделили в этом плане. У них стрелками-то особо не за кого играть. Я рада, что за Леонида, потому что кричать может на морали, и всё. Ну да, крикнул на спинбуке. А вот, Цезарь, тебе и дальность он тебе повышает, и урон он тебе повышает, и там противник, если подбегает, он может на него крикнуть, чтобы тот его не мог контролить. И тебе такой скилл, и такой скилл вообще. Слушай, арты... Арта нет? Где? У нас есть... Не, не, у них... У них вообще там... Я имею в виду, анагры какие-нибудь большие. Ну, если есть, мы увидим. Ну, ладно. У нас, вон, два литобола. Глитрбола. Так, вот, и как-то... Я... А, вон, по лесам, да? Так, они уже здесь, да? То есть... Блин, ну я тогда помогу ребятам, или как? А, он всё пошёл. Они вышку заняли. Кстати, да, артиллерия идёт. 300 килограмм тратила по всем фронтам. Просто мне показалось, у нас у чувака не Гитлер, он Хитлер. Какой-то хитер. О, так тут, ребята, и филяха мука прям полетят. Пострелила и подорога. Да, 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 жестко очень. Так, не успел чардж прожать-то. Ну вот где уже мой, командир помер? Ну, залпы арты. Охренеть. У тебя юнит почти пол, и он мёртв уже. Найти вот в эту арту и убить. Я, грубо говоря, третий раз уже гоню. Этот отряд бедный. Слушай, а остановись, короче. Не беги за ним, я его расстреляю по нему. Хорошо. Ну я на базу, да, прям тупо. Житья было бы неплохо логи вещей давать после использования страха какие-то резисты на отряд, чтобы его так не контрили. Ну типа резист к страху, это не знаю. Резист к страху? Ну типа чтобы... Я понял, да. Если вы еще раз фирнули, чтобы не так жестко... Что он дымовыми стреляет зачем-то, не знаю. Что за... Что за... Какого? Демон. Пацаны там плюшки курят, но уже. Ну, это блин, кикнадзе полез в ближний бой сразу. Ну ладно. Блин, я тут одного не могу убить, я что-то не пойму. Вообще, судя по некому, варенду играет одни русские. Какой-то жесткий чувак попал со мной. Все, вроде разбивают. Так, пацаны, слушайте, там мы их сейчас начнут уже... стреливать. Сухов звонит. Товарищ Сухов. Да. Все, никак не могу его заставить, все, канал нормальный сделать. Чего бы с ним забили на этот самый там... На... Кого? На Крусейд? Зафиг его знает. У меня просто время и в основном нету. Так вот именно конкретно посидеть, я только на выходных могу. А сейчас вот, видишь, на Wargame перешел, на этот... Вижу, вижу. Это Лары. Так, все, я кого-то здесь убил. Так, слушайте, помогите моему гляну. Сейчас он вздох уже, правда. Ладно, круче одним базу захватываю. Тут щиты надо трое. Коли. Ну, почему иногда щиты я не могу... А если тебя генерал умер, то ты уже не можешь дропнуть щиты. А, то есть это у всех, да? Ну, как бы там есть скиллы, которые со смертью генерала, ну, ты уже их не можешь использовать, а есть, которые мурашивают щиты. А, ну да, это же щиты. Это вот уже из тех, которые... Все, короче, не просто так. Да, я все понял. Капец, я вообще практически никого там не понаубивал, а вот ты наоборот. Две, две семьсот, две восемьсот. Блин, ну это мало. Чё для стрелков? Ну сейчас я, блин, видишь, ещё... Он у меня... Он тут мне артиллерист, он уничтожил у меня почти весь отряд. Ах, лол, у него там напались ещё, я даже чуть не заметил. Я это, на какого-то чувака нарвался, он меня, блин, так долбил, вообще, жёстко. Ну не смог я ничего, как бы... Глант, генерал Артур пойдёт смертью храбрых, под дружественным огнём моих этих самых, но он и так умер бы. Так мой уже умер. Но я между вас рябшим вот. А, я уже его... А, я уже его... А, я уже базу захватывает, я вижу, да? Да, ну там вроде есть кому сбить. Который не собьёт. Хотя они уже сбивают. Сейчас тоже не захватываю, не пойдёт. Кремовая включить его нет. Кремовая включить его нет. Так, у меня... Это главным отрядом. О, Диодан подловил. Красавчик. Всё. Разобрался, сын. Конечно, поначалу, когда вот многие не знают вот этих вот обилок, мельтиадать, и потом сбросить щиты, чержануть. Стоят такие стрелки, думают, что вроде как далеко, да? А он сначала чержует, потом ещё и щиты сбрасывает. Это вообще... Жёстко очень. Давайте, атакуйте. Кидайте дротики. Вот, скорпион или что это? Там у него лучников, конечно, вообще дофига. Я буду их отгонять тогда. Лучников... Ну, да, желательно. Хотя он что-то ими не особо-то рубится идти. Так, этики прогнал. Какой-то так, что-то так вообще-то так вообще-то. Наши сердечный признак сейчас случится. Нормально, мои чуваки, там уперлись просто в стену. Какой-то захватить. Согни, я ему пытаюсь спину зайти. Пошли, пошли, пошли. Сидят, захватим мы. Есть. Они мне тоже в спину заходят, но ничего. Блин, вот союзник какой-то непонятный. Блин, ну заходишь ты ему в спину. Нет, пошёл. С другой стороны вообще обходить. Так, 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 накидывай. Смотри, сотри, сотри. Да-да, накидывай. Я как бы лучников его отогнал. Так, теперь понятно сейчас. Так, всё, его этих метателей дротиков я выбил. Ух ты, там артуха что ли? А, это, это наши стрелять. Всё, готов. Так, ну здесь. Смотри, смотри, сейчас лучники его похожие. Ближний бой. Да, он решился. Смотри, они вон, так сказать, прачники. Они когда стреляют по отряду, они замедляют его в бег. Видишь, ты твои так медленно. Да, фишка из-то лоров перекочевала, таких обычных. Ну, нормально. Алло, так у меня чуваки. А, это его чуваки встали. Победа. Да. Нормально. Всё, победа. Да, я даже. Капец, конечно, Commander XP 79 всего. О. Так, ну что, давайте крайнюю каточку уберем. Давай. Что, мне так же стрелков брать? Ну да. Колбей, субсиди. Так, прокачать, прокачать. У меня даже кавалерия есть, лол. Садники. Наверное, ты их на пике посылаешь. Это опасная тема. Слушай, а ты сегодня выпускал турецкого султана или у тебя выходят? Да, да, 9. Надо же смотреть будет. 8 часов. Вот, катали УВГ просто раньше. Так, я опять, наверное, вылетел, нет? Нет, здесь. Нет, тут. Так, сейчас. Я, кстати, ещё пытался бонус-код рвать на арену. Ну, они же там стримили на Твиче и дародавали бонус-коды. Вот, не знаю, то ли у меня такая задержка, то ли как-то это хитро работает. Ну, вот они выкинули бонус-код, я тут же вовёл. Мне сказали, что уже всё, короче, вовели. Ага. Народ, не знаю, быстрее спалил. То ли ещё как-то... 20 голды, тысяч голды не помешало бы. Я бы себе купил этих германских охотников. Так, купил я шляпы своим, ну, шлемы, такие, с красными перьями. Гоплита. Вы можете написать разработчикам, сказать, пацан, дайте мне бабла. Я, Вала, рекламирую, да? Я, Вала, я вот снимаю этот товар. Дайте мне бабла просто. Они, кстати, сотрудничают с некоторыми, вот знаешь, вот, вареров Спарта, вот, Лайнхард, они вот им выдавали голду, насколько я помню. Для съёмок. Ну, не знаю, скажи, типа, вот там, у нас большое ру-комьюнити. Дайте мне денежок. Ну, я думаю, тебе, Артуру, дадут. Чтобы ты их снял. У нас, походу, что-то на это самое, накернулась загрузка боя. Смотри, Артур. Не-не, это просто присоединение идёт. Сто процентов. Угу. Присоединение идёт. У меня почему-то матчмейкинг файл. Почему, интересно. Всё, пошла загрузка, термопила. Ну, походу, без меня будете играть, потому что у меня до сих пор это лобби. Ну, бывает такое в арене. А, да, ЦПУ. Да, печалька. Ну, вы, кстати, можете комп контролить. Ну, вот, когда вот юниты компа, любой игрок может контролить этот юнит. Нажимаешь на него, ну, и так же ему командуешь, как своим юнитом. Ну, и у команды противника тоже один вылетел. Ну, бывает у них соединение. Иногда в середине игры прям падает сервер, и потом ты заходишь, у тебя вроде юнитон, ну, прогрузился, и тут один такой прогрузившийся, у противника один прогрузившийся, а вся команда, она оффлайн. И вы там пытаетесь разгуливать кого-то, микроконтроля хватит, больше юнитов законтролить. Так, 7 минуту. Так, я когда-то, помню, в доте остался. Я, короче, играл за фантом-ланцера, а против меня джаггернаут один был. А, нас даже двое было, и мы такие расслабили, знаешь, фармили все спокойненько. Он как-то, когда джаггер пришел, ну, просто всем по башке надавал. Жесткий тип. Я на восьмерке, а ты на... Девяток. Давай, ты на двойку, ты на единичку, я на двойку. Окей. Да, только ты не успел. Давай, я на восьмерку, ты на шестерку. Все, успел. Это значит, Артур корабли все, да, забросил. Блин, как просто сейчас вот концентрируюсь на некоторых. Я вот так бы с радостью, но времени нет. Там надо задротить, чтобы выиграть нормально. Варгейм, ладно, его еще я могу позадротить. А кораблики? Ну, может быть, когда-нибудь. Мы не теряем нос. Так, слушай, ну тут чё, 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 чё? Я через лес пойду, скройсь тут от артиллерии. Смотри, как бы там тебя не расстреляли, приметатели. Ну, кстати, да. В лесу же копейщиками не очень. В лесу, там зависит не от копейщиков и от мешников, а от того, насколько тяжело у тебя пехота. Лучше всего в лесу себя чувствует легкая пехота. У них там бафка, защите, атаки. Средняя пехота там туда-сюда, а вот тяжелой пехотой в лесу лучше не соваться, потому что мало того, что дебафы идут к защите, к атаке, так еще и к скорости очень сильные. В лесах есть вариант вот мельтиадом щиты скинуть и пытаться, знаешь, так сходу ударить, накернуть противника и дальше уже преследовать его. Но не всегда получается. Ну, тоже чревато встречи там в Германии. Ну, встречи ты мечников, которые в тебя тоже взлетят и все. Да, да. Кстати, такая скала по центру, за ней, по-моему, скрываться можно от артухи. На время. Ну, кстати, вот фермопилы переделали, то, что сейчас там с краю вот на этой скале можно забежать вот на беседку Оракул или как там это называется. Там такие теперь замесы происходят, в общем-то, если там сконтролили ребят, то уже дальше прожимают до базы. А раньше там просто по одной этой дороге оп-оп, и все. Что удивительное сейчас? Мы уже прошли на его территорию, никого до сих пор не видел. Что-то в артилерию, что ли? Да, 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 артилерия по мне стреляет уже. Да, вон у него эти копейщики. Угуру защитный. Плюс 20 к защите базы. Елки, мотал, а там артуха, он еще и по флангам. Бляха-муха. Ну куда вы возвращ... О, вот этот после чарджа, когда возвращается, это просто что-то с чем-то, я не знаю даже. Ой, жесть, ой, жесть, что-то происходит. Опытные ребята нам попали. Да, сюда заходим. Короче, дропы и щиты. Ух ты, а как они так кидают, она кидают, а вот артан. Да, 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 она там. Так, еще с этой стороны меня обстреливает, блин. Ну ладно. Блин, тупо, ну я думаю, что я его убил уже. А его нифига не убил. Ладно, надо было туда идти на самом деле. Так, я сейчас мой по рту одну сниму. Капец, у нее там просто, прикинь, у него вся армия стрелков. Я вообще просто, жесть, обстрел. Я ухожу отсюда, короче, ну нафиг, а. Так, я арту хочу снять одну, хотя бы одну. Жесть, просто жесть, что там творится. Где мой отряд еще один? Так, все, арту одну я сношу. Так, одну. Все, всех убило. Все. Все, мой генеральский отряд вообще один, один пацан только осталось. Так, одну арту я сношу. Шачуню, тут какие-то лучики страны, темные они. Покрасил так, наверное. Не-не-не, прям вообще черный, чё, как мир не донся. Убежали. Там еще одна арта. Блин. Капец, меня сейчас тут просто перестреляют. Он арту еще по своим стреляет. Ну, почему этот всадник, товарищ солдат, не хочет мне помочь, допустим. Ну, всадник на своей волне. Да. А, мои, прикинь, мимо его копейщика вообще пробежали просто мимо. Ой, лол. 6. Че-то, че творится в этой игре вообще, я не понимаю. Что здесь происходит? Он разделяет своих лучников. Ну, все, на этом моя игра. Total War Arena закончилась. Слушай, реально, они просто всех сбивают с ног. Ну, да. Арта работает. Все. Один отряд остался, да? Нет. У меня даже тот как-то выжить умудрился. Лол. Слушай, о, а прикинь, один, один отряд этих копейщиков, их человек, осталось 33 человека, гоняли тут сотню добрую. Прикинь. Вообще отчаянные парни. Нормально так они. Слушай, так и тот еще выжил. Капец. Вообще безумные какие-то ублюдки. Отчаянные парни. Отбитые вообще наголу. Только бутылки еще не бьют о голову. Вообще жесткие. Косарь уже нарубили, лол. Хотя, мне кажется, там, они вообще не контролят просто своих пацанов. Это же такое ощущение, как вот они умудрились выжить, я вообще не понимаю. А, ну все, на этом мои приключения в России закончились. Пошел-ка я отсюда нафиг, а? И побежал, побежал, побежал. Один отряд только остался. А что вы там выигрываете? Мы? Нет. Нет, нас разбивают. Тащите, ребят, тащите. Блин, опять по мне это арта. Так, все, один отряд у меня остался. Слушай, мои до сих пор там живы. Так что же за ублюдки? А, сдохните уже. Ну все, сдохни. То ли морпехи, то ли десант, ты фиг поймешь. Ну все, ждем. У нас еще на базе там два цпу осталось. Один отряд остался. У меня вообще 23 человек осталось. И я все. А я, можно сказать, тоже. Ну хотя у нас тут 850 на 870. Может быть что-нибудь. Но мне кажется, просто время закончится. Ни мы не захватим, ни противник. Тут уже, в принципе, это ловить нечего особо. Ну так просто, знаешь, чисто понаблюдать за движухой. У меня стрим через 45 минут. Выходи. Да. Я вышел. Да, я тоже сейчас.